Вооруженная агрессия Российской Федерации на территории Украины продолжается, и вот Росармия ударила градами под Днепропетровской области, об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Лукашук. Удар был нанесен по селу Марьинское, по словам Лукашука, в село прилетело 10 снарядов, кроме того, еще два удара Росармия нанесла по территории Апостоловской общины. В результате удара российских войск по Малину в Житомирской области, по меньшей мере, погиб один человек, это сотрудник Укрзалезницы, об этом сообщил городской глава Александр Ситайло. Ранения получили в целом 4 человека, трое из которых также сотрудники Украинской железной дороги. В Запорожской области растет количество российских военных, в частности в городе Васильевка, их уже больше, чем местных жителей, об этом сообщается в Запорожской областной военной администрации. Давайте послушаем. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений. Впрочем, россияне пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Камышеваха и Васильевка. Ну и прямо сейчас давайте послушаем оперативную информацию из Донецкой и Луганской областей. С нами на связи наши коллеги-корреспондентки Корольна Король в студии рядышком, Алена Грамова и Анастасия Волкова с нами на связи. Приветствую вас, очень рад вас видеть и очень рад от вас услышать оперативную информацию. Алена, давай начнем с тебя. Что там в Донецкой области, как прошла ночь и что известно на данный момент? Доброе утро, коллеги. Ну и сейчас на данный момент я нахожусь в городе Краматорске. Ночь прошла относительно спокойно. Сирена воздушной тревоги, предупреждение ракетных ударов здесь звучат постоянно. Ну, сейчас можно слышать взрывы вдалеке. Это места проведения боевых действий, Лиманское и Харьковское направления. Коллеги, если вы не слышите хорошо, город Краматорск и Славянск, все города вокруг, ну вот, к сожалению, в такой реальности живут. По ситуации, ну, начну с эвакуации, которая продолжается в Донецкой области, не очень активно, по словам главы военной администрации Павла Кириленко. К сожалению, нет населенных пунктов в Донецкой области, где бы осуществилась где-то хотя бы на 90% эвакуация мирного населения. Причина это не, допустим, не желание местных властей заниматься всем, или областных властей, или национальной полиции. Это просто люди, ну, вот сами готовы терпеть взрывы, разрывы, готовы обстрелы терпеть, сидеть в подвалах, но находиться у себя дома. То есть причины все остаются по-прежнему те же самые. Национальная полиция и местные власти даже уже на бронированной технике вывозят из горячих точек местное население. Ну и настаивает на том, что нужно эвакуироваться. Это прежде всего поможет вооруженным силам Украины далее выполнять свои задачи. Ну, что вам хочу сказать. В некоторых населенных пунктах не в лучшую сторону, к сожалению, меняется ситуация. Сейчас расскажу о такой Николаевской общине. Она находится в 17 километрах от города Славянска. И буквально позавчера уже работала артиллерия. То есть российская армия наносила такие с крупнокалиберной артиллерии удары по этому населенному пункту. Поэтому все-таки эвакуация очень важна. Ну, в тот день это было тоже хаотичные абсолютно обстрелы, непонятные, потому что пострадали две улицы в частном секторе. Пострадала там церковь, строительство которой там приостановлено было. Погибло два мирных жителя, двое людей получили ранения. За минувшие сутки в области потери среди мирного населения 5 человек, 11 человек получили ранения. И вот сейчас хочу рассказать вновь о фейковой информации, которая не покидает соцсети, связана она с Донецкой областью. И львиная доля всегда фейковой информации связана с тем, что вот уже какие-то территории там оккупированы российской армией. Вчера я нашла такую информацию по поводу Святогорской общины, самого города Святогорска. Я пыталась дозвониться и начальнику территориальной обороны, и главе Святогорска. Очень сложно, потому что там с перебоями работает связь, ее фактически нет. Люди паникуют, начинают писать о том, что вот там еще находятся наши близкие, родственники, друзья. И вот такая паника была. Но ближе к вечеру, слава богу, появилась информация от главы территориальной обороны. Прошу послушать. Относительно информации, которая сейчас распространяется в интернете, что Святогорск оккупировано, а Святогорский мост взорван, и его нет. Вы можете своими глазами увидеть, кто говорит правду, а кто распускает дезинформацию. Поэтому Святогорск – это Украина. Студенок – это Украина. А всевременно захваченные города и населенные пункты будут освобождены. Слава Украине! Немножко возвращаясь к теме населенных пунктов, которые подвергаются артиллерии, работающей артиллерии российской армии, ракетных ударов и наносятся авиаудары. Ситуация очень сложная, непростая на сегодняшний день в городе Бахмут, который в 30 километрах от Лениса прикосновения находится. Совсем недавно еще там было достаточно тихо. Ну а сейчас вот по интенсивности ударов, скажем так, на начальных этапах, то, что наносится и что происходит в городе, можно сравнить, наверное, с обстрелами Авдеевки и Маринки. Вот таких горячих городов, горячих точек, которые постоянно обстреливаются. В городе находятся еще около 20 тысяч мирных жителей. Эвакуация продолжается. Сегодня планируем туда поехать для того, чтобы отснять материал. Мы посмотрим, насколько безопасно будет туда проехать, сделаем все возможное. Хочу рассказать еще о городе Авдеевка, о том, как страдает же инфраструктура. Вот буквально вчера нанесение ракетного удара. Вот сейчас-то информация проверяется. Ну, скажем так, обстрелы, которые были вчера, понесли за собой потерю еще одного такого главного инфраструктурного объекта, школы Авдеевской, которая страдала от обстрелов в 2015-2016 году. Школа долгое время была закрыта. И вот ее капитально отремонтировали и официально открыли 1 сентября. Она уже подвергалась обстрелам незначительным, но вчера уже появились кадры, как она горит. И официальную информацию, насколько все выгорело, мы обязательно получим. Школа была отремонтирована в рамках государственной программы. Туда было очень много средств, сложено с большой любовью это все делалось для того, чтобы дети при фронтовых территориях учились в хороших условиях, чтобы все было хорошо. К сожалению, имеем то, что имеем. Из военной ситуации немножко расскажу. Со слов главы области Павла Кириленко, все позиции на сегодняшний день сохраняются. Их крепко держат вооруженные силы Украины. И, собственно, все сейчас под контролем вооруженных сил Украины. Коллеги, если коротко у меня все, продолжаю следить за ситуацией в Донецкой области. Слово хочу передать своей коллеге Анастасии Волковой, которая расскажет о ситуации в Луганской области. Настя. Ситуация в Луганской области очень тяжелая. В Север-Донецке, по моим ощущениям, в Север-Донецке нет на процентов 80-85. И те дома, которые еще оставались более-менее целыми, стоит понимать, что по ним сейчас как раз-таки в эти минуты ведется огонь. Постоянно в городе ведется огонь. Если раньше это было, не знаю, каждый час, то сейчас просто постоянно там ведутся бои. Они не стихают. Важно понимать, что нарастает только калибр. Он нарастает, либо стихает калибр. Либо переходит в уличные бои, когда противник пытается захватить город, пробиться в город. И когда ты просто слышишь стрелкотню, которая нарастает, затихает. И думаешь, смогут ли вооруженные силы Украины удержать город, удержать свои позиции. Стоит понимать, что Север-Донецк практически полностью окружен. Но он окружен и со стороны Рубежного, и со стороны Новоядара, и со стороны Старобелевска. Поэтому в город прилетают с разных сторон. Ты когда выходишь снимать материал, ты не понимаешь, куда дальше пролетит. Люди вынуждены готовить на улицах, поэтому они подвергаются опасности постоянной. В городе нет светогаза, интернета, связи вообще ничего нет. И поэтому люди вынуждены перемещаться по городу, чтобы найти баклажку воды. Там со скважины ее набрать. Простоять в километровую очередь. Это без преувеличения. Ты стоишь 2-3 часа, чтобы набрать одну баклажку воды. И таких мест в городе всего лишь несколько. Набрал баклажку воды, ты можешь приготовить возле своего подъезда что-то поесть. И стоит понимать, что так как российские оккупанты постоянно обстреливают город, они сейчас целенаправленно обстреливают жилые районы. Мы готовили есть на днях. И буквально рядом с наших домов 10 утра прилетела вражеская мина. И два человека, которые в этот момент готовили есть, просто 2,02 их разорвало по частям и раскидало по округе. Снимали еще буквально на днях. Человек тоже там обед вышел нагреть себе чайник, выпустил себе сырники на огне. Тоже попадание просто в котелок. В котелок возле жилого дома, разлеты осколков. И человека просто соседи собирали по частям. Тем домашним совочкам, которые они убирали дома, они его собирали с темпинником по кулькам и отдавали полиции. От человека ничего не осталось. На сегодня в Север-Донецке остается около 10 тысяч людей. Они пребывают возле подвалов-убежищ. Естественно, как я уже сказала, что люди выходят на улицу, чтобы раздобыть воду, либо приготовить поесть. И тогда они становятся мишенью для вражеских мин, которые хаотично прилетают по городу. Причем я не знаю, из чего бьют оккупанты, но это что-то очень сильное. Я с таким не сталкивалась за все время войны. Когда ты слышишь три хлопка и понимаешь, что это три выхода из приходов, и у тебя просто фейерверк вокруг тебя с осколков, с еще разлетающихся каких-то этих мин осколков. И они разлетаются очень хаотично. И очень большой радиус разлета. И из-за того, что мы сейчас видим на экране, это вот горит рынок уже третий день подряд, его обстреливают. Площадь рынка довольно-таки большая. Из-за того, что ее постоянно обстреливают, новые и новые очаги возгорания. И там, где уже более-менее стих огонь, туда заходят люди в попытке найти какие-то продукты, в попытке найти какую-то гигиену, чтобы забрать то, что там осталось, то, что еще не сгорело. И нам удалось пообщаться с жительницей, которая рассказала нам о том, что из-за того, что люди постоянно прибывают в подвалах, это полная антисанитария, заводятся вши, заводятся все, что можно. Ну, предлагаю послушать это. Сюда попало, а потом на угол попало. Оттуда. И пошло. Ну, сколько тут прошло? Ну, час, ну. Ну, так может быть. Много горит? Да. Всего? Да. А что у них в подвалах или уже нет смысла? А что в подвалах темно, грязно, все остальное. Что же там, что там. Я, например, была три дня, заболела, еле вычихалась. Где пожарная, дочь? Так, обстрелы, я так понимаю, что пожарных в городе и нет особо. Гвад обстрелами они не работают, с того, что я знаю. Да. У меня тихо. Ваша квартира целая? Думала, гараж горит, нет, машина поставила еще, когда она загорелась на него. Гараж загорел, и вон машина, они в Сарабельске. А я переживаю, и лазила, и тушила дождь, я все работаю. На днях оккупанты подорвали мост, который соединял Рубель, соединял Севердонецк и Лисичанск. Этот мост был очень-очень важен. Его разбили оккупанты в 2014 году. Вот таким же способом, когда сложились просто секции. И его удалось восстановить в 2016 году. За европейские деньги его восстановили. Полотно было новое, современное, современное освещение. И сейчас оккупанты, вы можете видеть, снова разбили этот мост. По нему проводилась эвакуация. Население ежедневно по этому мосту увозили людей из Севердонецка, из убежищ, школ или квартир. Возили в Лисичанск, а оттуда отправили на Днепр. Теперь эвакуацию будут проводить гораздо сложнее, потому что, вы видите, во что превратили российские оккупанты мост. Ситуация в городе очень напряженная. Постоянные обстрелы, постоянные выстрелы. Но, несмотря на это, я увидела, что люди, ну, они привыкли к этим обстрелам, насколько это возможно вообще привыкнуть. И то, что в городе нет абсолютно никаких коммуникаций, толкает их выходить на улицы. И предлагаю послушать, что вот думают люди о том, что происходит в их городе. Такой обстрел был. Мужчина еще, ну как, дышал вроде бы, но голова разбита. На та самая женщина не раз сразу убила. Так, там, где вы живете, да? Не, я живу вот. Участились вот такие вот обстрелы сильные? Да. А когда она кончится? Я не знаю. А я хотел его осознать. Хотели по водичку сходить, на это самый, по Донецкой там скважины качать. А куда идти? А рынок когда загорелся? Ну, сегодня где-то раз в час. Горит? Да. Может меньше. Ну, я, вот сколько, начало второго шоу. Вот. По Егорову опять же. Уже горело. Как живете? Из того, что вот так вот люди перемещаются хаотично по городу, они становятся мишенью для российских оккупантов. Ежедневно число жертв российской агрессии увеличивается. Сотых которых вот, ну, не могут спасти медики. Их хоронят просто возле жилых домов. Соседи выкапывают ямы, закапывают трупы и ставят крест, на котором пишут минимальную информацию, которая им стала доступной. те люди, которых можно еще спасти, их отправляют в больницу, но стоит понимать, что все эти корпусы больницы на сегодня разбиты российскими оккупантами. И на сегодня в больнице из-за российской агрессии остаются три врача и один интерн, и семь медсестер. Поэтому людей стабилизируют и отправляют в Днепр на дальнейшее лечение. В Днепре уже дальше там определяют, либо оставляют в Днепре на лечение, либо отправляют дальше по уголкам Украины, допустим, во Львов. В Северодонецке возможностей нет, потому что перебиты все абсолютные коммуникации, нет ни света, ни воды, ни газа, ничего. Даже вот сейчас уже операционные, если еще две недели назад можно было запустить операционную для того, чтобы как-то подлатать человека, то сегодня операционную запустить невозможно. Поэтому такая тяжелая ситуация в Северодонецке, она только ухудшается. Поэтому местная власть очень просит людей эвакуироваться, пока не поздно. Благодарим вас, коллеги. Напомню, Алена Грамова из Донецкой области, Анастасия Волкова из Луганской были с нами на связи. Коллеги, благодарим вас за то, что вы продолжаете информировать нас, даже из самых горячих точек. Берегите себя и оставайтесь с нами на связи. Берегите себя, это самое важное. Ну что ж, далее давайте двигаться. Наши корреспонденты подготовили оперативную сводку по тому, как прошла минувшая ночь, минувшие сутки. Эта сводка также курируется и официальным данным от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Поэтому далее для вас оперативная сводка. Смотрим. Враг не прекращают попытки захватить Харьковскую область. Для них это важный стратегический район для увеличения через Изюмское направление военного присутствия на Луганской и Донецкой областях. Накануне днем они обстреляли Киевский район города Харькова из реактивных систем залпового огня, смерч и ураган. Ведутся активные боевые действия на севере и северо-восточном направлении нашей области. Действительно, наши военные ценой собственной жизни отвоевывали каждый метр нашей территории. Например, город Сыркуны мы освободили несколько недель назад, но сейчас там находиться опасно. Мы людям не советуем пока туда возвращаться, потому что не можем даже приступить к полной масштабной работе по разминированию, потому что до сих пор там большое количество обстрелов. Ночью российские оккупанты обстреливали Авдеевку. Атака была одной из сильнейших с 2014 года. Под массированным огнем россиян был поселок... Под массированным огнем россиян были поселок Химик и старая часть города. Десятки тысяч людей остаются в Мариуполе и районах вокруг города. Они не воспринимают оккупацию. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко дал советы, как жителям выжить в захваченном городе. Если вас заселяют в чужое жилье, заселяйтесь, относитесь бережно к имуществу чужих людей. После деоккупации они вернутся, а вы будете не просто иметь убежище, но и сохраните уехавшим мариупольцам их имущество. Главное, помните, оккупация не навсегда. Мы все скоро вернемся домой, берегите себя и близких, по возможности эвакуируйтесь. До освобождения в Мариуполе жизнь не станет лучше, а Украина ждет каждого. Пятерых мирных жителей Донбасса накануне убили российские оккупанты. Еще 11 получили ранения. Кроме того, в Бахмуте оказали медицинскую помощь одному человеку, раненному в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Российские захватчики бросили все силы на Луганское и Донецкое направления. Они перебросили дополнительные подразделения и военную технику. В Северодонецке, Рубежном и Попасной оккупанты выбрали тактику выжженной земли. Все сейчас брошено сюда, подтягивается колоссальное количество техники. Это и панцири, и комплексы С-300, С-400. Постоянно, каждый день пытаются прорвать линию обороны. Новотошковка уничтожена, Попасная уничтожена, Счастье уничтожено, Рубежная практически полностью уничтожена. Сейчас они уничтожают Северодонецк. На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях противник укрепляет свои позиции, пытаясь вести воздушную разведку. Существенных изменений в тактике ведения боевых действий врага нет. По устоявшейся традиции, беспилотник-разведчик типа «Орлан-10», поднятый над Херсонщиной, точной работой наших подразделений, заземлен в расчет безвозвратных потерь вражеских сил. Все по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений совместно с авиацией враг потерял более полусотни рашистов и несколько единиц бронированной техники. В Одесской области повышенная угроза ракетных ударов. К группировке из семи больших десантных кораблей и двух ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей Черноморского флота «Адмирал Макаров». Не пытайтесь испытать судьбу, не подвергайте себе опасности, которые несут заминированные побережья и приближные воды, в частности, в штурмовую погоду. Оставьте врагу гостинцы, способные разрушить его планы. В Киевской области разминированы все автомагистрали, полностью восстановлены электро- и газоснабжения, ремонтные бригады круглосуточно работали над восстановлением коммуникаций. Заживлены все подстанции, энергетики работали круглосуточно, и у нас после боевых действий, я помню, было 528 населенных пунктов без электроснабжения. Это примерно 10 тысяч километров электролинии. Сейчас ДТЭК будет работать над подключением каждого отдельного дома или квартиры. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами еще 194 военнослужащих вооруженных сил Украины. Из них в 44-м посмертно. Украинцы должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за нашу страну, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и самим выбирать, с кем дружить, кого чтить и какие ценности передавать своим детям. Николай Саракваш, Наталья Гаебская. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UAE. Ну что ж, и продолжаем далее наш информационный марафон. Уже готовы подключать следующего нашего гостя. Николай Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки уже с нами на связи. Рады вас приветствовать, Николай Григорьевич. Взаимно слава Украине. Героям слава. Ну что ж, давайте к оперативным новостям. Для начала традиционно подготовлю карту, которую предоставляет разведка британская. Вот смотрите, Николай Григорьевич, у нас только что в прямом эфире включалась наша корреспондентка, коллега Анастасия Волкова. Она рассказала просто ужасающие реалии из Северодонецка. Там сейчас просто по факту происходит ад. По ее информации, 80% города просто спалено и уже практически не подлежит восстановлению. Люди продолжают прятаться в убежищах. Воды нет, газа нет, ну практически ничего нет. Просто люди прячутся. Скажите, пожалуйста, цели, какие цели Российской Федерации в первую очередь преследуются в полнейшем уничтожении не только Северодонецка, а и всей Украины в целом? Расскажите, пожалуйста. Ну, в первую очередь нужно отметить то, что Путину не удается реализовать ни один этап в первый раз. Мы уже хорошо знаем его. В первом, в втором этапе уже начинается третий. Третий – это, конечно, борьба с Западом. Он об этом говорит, что уже не Украина, потому что Украина для него как будто слабый партнер в борьбе. А вот уже Запад. Но на территории Украины и руками Украины. Но это все идет на провал. Все направления и по Донецку, и по Луганску, по Харькову, по Керсону, по Приднестрову пробить коридор, как они предполагали, к девятому, после девятого не удается. Поэтому проводится политика высшей земли. Это хуже, чем фашисты, потому что в данной ситуации идет именно не просто нанесение ударов по городам, где проживают мирные граждане. Это для того, чтобы именно запугать все население Украины, особенно в Донецкой и Луганской области. А по Северодонецку конкретно тут вопрос звучит так. Шойгу лично пообещал на Совете Безопасности и Обороны несколько дней назад, что он захватит буквально за два дня Луганскую область и Северодонецку конкретно. Поэтому в данной ситуации они никак не могут сомневаться. Как же так? Еще какое-то эффективное сопротивление и даже контрнаступление. Поэтому каким способом возможно обесценить возможность наших защитников? Уничтожить город, чтобы не было ничего защищать. То есть такая позиция, как и Мариуполь, уничтожить на 90-100%. Наши войска отойдут, а дальше они заявляют о том, что они заняли уже областной центр и фактически Луганскую область. Первая очередь Луганскую область, затем Донецкую область, затем они сейчас очень активно начинают работать по Харьковскому и Зумскому направлению, а тогда уже, конечно, готовят южные наступательные операции. Сегодня вот такие очень активные действия, концентрация новых армий, я прямо скажу. Это, конечно, Луганское, это Донецкое, это Харьковское направление, которое сегодня будет решающее для наших побед. Поэтому наша стратегия, конечно, отработать и очень мощные системы защиты, подготовка именно фланговых ударов и, конечно, контрнаступления. Николай Григорьевич, в Российской Федерации заявляют об успехах на Попаснянском направлении, но, в принципе, визуальных подтверждений, кроме села Камышевахи, просто нет. Это для чего это делается? Потому что им нужно отдать отчет о том, что они имеют успехи, либо это психологическое давление? Как вы можете это прокомментировать? Два направления. В первую очередь, каждый день Россия заявила о том, что она будет давать отчет россиянам в отношении конкретных успешных операций. Она это демонстрирует тотально по всем СМИ. И, конечно, чего Путин особенно опасается, это, конечно, потерь больших. Это, конечно, оглашение больших трат и, тем более, отступлений. Поэтому они пытаются по каждому направлению, по Попаснянской, рубежной, по другим направлениям, показывать какие-то хотя бы определенные успехи. Это обстрелы, это какие-то продвижения, даже мнимые, даже фейковые, для того, чтобы держать российское общество в таком тонусе, что мы успешны, поддержат Путина. Потому что в данной ситуации, если начинаются массовые уже провалы, это, конечно, не только предпосылка к потере инициативы, а тем более прогреша. Это посылка потери, поддержки и населения Российской Федерации. Оно сейчас на взводе. Вот мы же понимаем оперативную ситуацию и уже имеем информацию о том, что до 30 тысяч погибших и где-то около 55-60 тысяч раненых это конкретные дела и конкретные, так сказать, ситуации, связанные с дестабилизацией в российском обществе. Поэтому эту планку держать им нужно и на тонусе, что мы побеждаем, что скоро победа. И в данной ситуации вот это Донецкое, особенно Луганское направление, как они заявили, как приоритетное по спецоперации, сегодня нужно показать каждый день успех. И в этом уже четко разработан план, что Луганская область именно на той прошлой неделе до ОСН, на этой неделе уже завершить операцию, следующая будет через неделю полтора Донецкой области. И готовится южная операция. Это, в первую очередь, концентрация войск через Крым, под ПИП, а другим направлениям, чтобы сгенерировать силы для дальнейшего вступления в Херсонское, Николаевское, Запорожское области. Вот сейчас вот такая системная работа. Это не только в плане имиджа, в плане успехов. Это, конечно, и предпосылка к переговорным процессам. Недаром Мединский заявил о том, что Украина каким-то способом не отвечает и не идет на переговоры. Они хотят набрать как можно больше аргументов за счет, как они говорят, новых успехов, новых заплатов территории, новых уничтоженных городов, а затем уже говорить о своих условиях в процессе переговора с украинской стороной. Ну, я просто скажу, что так не будет, потому что в данной ситуации мы ставим жесткий вопрос о вывести войска с территории Украины полностью и дать всю модель безопасности Украины, если мы говорим о перспективе, которая не даст перспективе России в дальнейшем нападать на Украину. Я вот хотела бы еще вернуться к востоку Украины. Там российская армия сосредоточила действительно значительные силы. И вот вопрос, как долго враг сможет удерживать открытую территорию под постоянным артиллерийским огнем ВСУ, не неся больших потерь? Потому что именно потери для Путина это катастрофически важно их не допустить. Но ведь это невозможно при такой ситуации? Ну, Россия сейчас бросает все резервы и не считается с потерями. Вот это очень важно. Конечно, скрывает российское общество эти потери, потому что, я еще раз подчеркиваю, что это чрезвычайно опасно для Путина. В перспективе это практически провал режима Путина. Поэтому данные ситуации будут и дальше, несмотря на потери, на потери техники, пытаться еще создать какие-то мобилизационные ресурсы по Донецкой и Луганской области, особенно сейчас, это сбор ДНР, Крыму сейчас идет. То, что мы говорили, выпуск военных училищ произошел зараньше, на полтора-два месяца. Розаннское военно-десантное училище уже выпустилось и направляет сюда, на Донецк, на Луганск. То есть это последний как бы удар. Но потери никто не считает. Они считают то, что выполнят задачу. Сегодня судьба всего генералитета зависит от того, займут они Донецкой и Луганской области или нет. Поэтому наши усилия будут предпринимать. Никто не будет считаться ни пагубной стратегией в отношении солдат своих, ни в отношении того, что техника уничтожается. Поднимают технику старую. Т-62, я помню еще период разной службы. Это уже старая тогда техника была. Это сейчас уже, так сказать, урухлядь, как правило. Тем более, снятое с каких-то там резервов. И она не до перспектив. Поэтому в данной ситуации, я думаю, они будут выдыхаться. Мы будем сейчас пополнять новые подразделения, новейшие техники, вооружения, которые дадут очень мощную перспективу для нас в ближайшее время. Потому что поставка под Англизу, даже Германия уже раскрыла ряд направлений, ряд программ по сотрудничеству. Это даст перспективу перевооружения. И уже мы будем наносить такие удары, которые просто обесцены любые подразделения России и дадут возможность наступательных операций. Я думаю, что на протяжении месяца-полтора мы перейдем к таким операциям, которые обеспечивают успех на всех оперативных направлениях. И Донецка, и Луганской области, а тем более на юге. Николай Григорьевич, сейчас... Да, вот, видео уже появилось. Спасибо. Как раз с языка сорвали. Пропадало видео. Николай Григорьевич, еще один вопрос касательно информационной карты. Попрошу режиссеров ее сейчас вывести на наш экран. Вот, смотрите, мы имеем ситуацию по Херсону и Херсонской области. Херсон, сам город, сейчас временно оккупирован, временно занят. Российской Федерацией, в свою очередь, даже уже там на полную катушку местные так называемые власти, марионетки Кремля, постоянно говорят о том, что Херсон это Россия, это навсегда, и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, но они же понимают, что Херсон это временная оккупация. Зачем делается вот этот информационный шум? Сразу же снимаются публично флаги Украины, гербы Украины, поднимаются советские флаги. Это для чего? В первую очередь, для того, чтобы создать именно иллюзию, что уже захвачены территории, переход под эгиду Российской Федерации. Это политическая задача. Прошу прощения, у вас пропала картинка, не могли бы вы включить камеру, потому что мы и наши зрители, к сожалению, вас не видим, а хотели бы видеть. Да, тут как раз есть не книжные вопросы, просто перекрывают, некоторые коллеги звонят по этому же скайпу. Поэтому данная ситуация уже восстанавливается, я думаю, что очень хорошо. В первую очередь, политическая составляющая. Создать иллюзию, что есть уже готовые к переходу под эгиду Российской Федерации части Украины. Они говорят по всей, вот в югу Украины. Вторая составляющая, это, конечно, попытаться перевербовать часть элиты, для того, чтобы она уже заявила о том, что готова поддержать Россию, и, конечно, держать под контролем уже, используя механизмы власти. И третья составляющая, это, конечно, торт. Это условие то, что или мы объявляем, условно, эти республики независимые, или прямо принимаем к Российской Федерации, или вы соглашаетесь, что мы оттуда выйдем в перспективе, но признаете, например, Крым, признаете условно, так называемым ДНР, ЛНР, а мы выйдем с Харкевской области, потому что там уже созданы все условия для перехода к России. То есть шантаж такой будет Украины. Поэтому и составляющая есть, конечно, военная. То, что мы с этой региона можем дальше наступать, пробивать южный коридор, и как форпос это будет, конечно, Херсон. Вот эти все факторы, конечно, сегодня влияют, но есть угрозы. Концентрирование новой силы и новейшую технику, мы можем удары вносить с фланга, пробивать именно коридоры к морю, и, соответственно, создавать условия окружения этой группировки. Они будут бежать оттуда только там. Поэтому для этого нужно сейчас и подготовить эти все операции, и, конечно, получить новейшую технику и оборудование, включая противокорабельное, чтобы ударить по этим всем плотилям, которые предвинулись сегодня к Украине, уже поближе к нашим берегам. Поэтому я думаю, что перспектива там еще не какое-то время будет держаться, ну, от месяца полтора, а дальше уже, конечно, будет угроза их полностью уничтожения, или они должны будут отступить эффективно на территорию Крыма. На Харьковском направлении враг обстреливается, он перешел в оборону, но, тем не менее, там все-таки еще звучат взрывы время от времени. Как долго это может продолжаться? Как надолго может хватить ресурсы именно на Харьковском направлении, если учесть, что немало ресурсов перебросили на тот же восток Украины? Да, правильно. Вы четко отметили то, что ресурс распыляется по разным направлениям. Но сейчас момент истинный, конечно, изюм, это вторая тема, это выход наших поиск на границу с Российской Федерацией, поэтому в данной ситуации в России и в плане давления на нас и отвлечения очень мощных усилий, особенно на Харьковском направлении, и, конечно, давление на Харьков, что вот-вот они хотят захватить. Поэтому для того, чтобы завершить операции по Северодонецку, условно, Луганско-Донецкой области, держать юг, конечно, отвлекать им на большую группировку необходимо и по Харьковскому направлению. Тем более, рядное направление, например, из Умска, очень важно для того, чтобы сдать условия даже удара срыва по нашим войскам и выхода к Славянску, например, и по другим, так сказать, очень эффективным коммуникационным форматам, которые важны для украинских уронных сил. Поэтому это направление будет еще одним из главных сейчас для наступательных операций, и мы выделяем, конечно, в боем формате. Это Луганско, Донецкое и, конечно, Харьковское направление, которое сейчас пополняется новыми войсками. Сейчас новое армейское подразделение, прямо при его, не боевая, там сказать, тактическая группа, а армейское подразделение, которое пытается сейчас давить по изюму и со стороны границы Харьковской и Российской Федерации. Поэтому тут нужно усиление наших позиций, очень мощное сейчас, и проведение специальных операций по выдавлению этого противника с этих территорий. Николай Григорьевич, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру, и напомню зрителям, что с нами на прямой связи был Николай Григорьевич Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Спасибо.